Был звук, теперь сила. Я нажимаю на старт, и оно работает всё. Ученики 28-й школы изучают новое оборудование, которое им пригодится на уроках физики. Раньше в лаборатории, конечно, тоже проводили опыты. Но ребятам для подготовки проектных работ не всегда хватало данных, полученных с помощью стандартных методов. Оно не цифровое. То есть это просто эксперименты в реальном времени. Взял пружину, повесил груз, и там всё видно. Данный набор позволит именно проанализировать процессы именно с помощью графиков. То есть наглядно увидеть изменения величины физической, и дальше этот график разобрать по кусочкам, в кавычках, и сделать все необходимые выводы. Сейчас в современных ФГОС есть такой пункт, как защита ученического проекта индивидуального. Поэтому их тоже можно для этой цели использовать. Всё очень интересно, всё очень легко и очень наглядно. Обновлённая лаборатория в 28-й школе появилась не просто так. Здесь открылся атом-класс, который будет готовить ребят к поступлению в лучшие энергетические вузы страны. Ежегодно по целевым направлениям от атомной станции поступают вузы от трёх до пяти человек. Я полагаю, что наличие атом-класса, наличие этого проекта, активное участие в этом проекте позволит нам улучшить наши результаты и улучшить количество учащихся, поступающих в вузы. Сейчас в физико-математических профильных классах школы номер 28 обучаются около 60 человек, 10 и 11-ти классники. Эти ребята осознанно сделали выбор в пользу технических профессий. Современные наборы для проведения опытов помогут им лучше изучить основные законы физики. Лабораторное оборудование нам поможет улучшить наши знания. Здесь стало намного интереснее учиться. Новые интерактивные доски, компьютеры, интересные лабораторные работы ждут нас впереди. У Алины Конюшевой родители работают на Балаковской АЭС, и поэтому она тоже решила связать свою жизнь с атомной отраслью. На станции уже не первый год ведётся работа по выдаче целевых направлений в вузы, чтобы такие целеустремлённые школьники получали профессию, а потом возвращались в родной город, где для них уже подготовлено место работы. В прошлом году мы приняли стены Балаковской АЭС, 65 человек. Нам катастрофически не хватает. Сегодня нам надо примерно 120-150. Я вас прошу, учитесь хорошо, и мы вас ждём. Но не только на Балаковской АЭС, мы ждём в концерне и в Росатоме. Оборудование кабинета физики пригодится не только ученикам профильных старших классов. Учитель Ольга Баласанова уверена, при правильно составленном расписании дополнительных занятий проводить опыты смогут и более младшие школьники, которым интересна физика. Именно эти ребята потом придут в атом-классы и, возможно, выберут профессию, связанную с энергетикой. А некоторые наборы для проведения лабораторных исследований помогут девятиклассникам при сдаче экзаменов. Это лабораторные работы для ОГЭ по физике. Современные стандарты. То есть теперь ребятам не нужно подгонять ничего на экзамене. Они берут, сразу всё делают и получают те результаты, которые спрогнозированы уже у наших методистов. Атом-класс в 28-й школе уже четвёртый в нашем городе. Образовательное учреждение для его размещения атомщики выбирали тщательно. Учитывались результаты ребят в олимпиадах и конкурсах. Место школы в областных рейтингах. Уровень мастерства педагогов. 28-я подошла по всем критериям. Атом-класс заработал. И теперь для учеников открываются большие возможности по получению профессии и дальнейшему трудоустройству.